Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Мартынов. В Казанском федеральном университете прошла активная разъяснительно-информационная работа по вопросам, связанным с проживанием студентов КФУ в общежитиях ВУЗа. Собрание, организованное Департаментом по молодежной политике КФУ, состоялось в культурно-спортивном комплексе Казанского университета УНИКС. В нем приняли участие представители всех институтов и студенческих советов общежитий. Мы знаем с вами, что в октябре пройдет саммит, большое мероприятие стран БРИКС. И, соответственно, это большое и важное мероприятие. И, конечно, такой ВУЗ, как Казанский федеральный университет, большой ВУЗ, лучший ВУЗ в республике, он задействован в проведении. И, соответственно, рассматривается возможность использования, мы знаем с вами, и уже по многому информации, которая опубликована, возможно, инфраструктура деревни университета будет использоваться для проведения саммита. В связи с этим, соответственно, вышли определенные, то есть идет информация о том, что вот на этот период студенты должны освободить свои места. И речь идет, и я прошу вас обратить внимание, когда вы говорите о слове «выселение». То есть, соответственно, здесь речь не идет о «выселении». Что, какой процесс у нас с вами сейчас происходит. И он касается не только общежитий деревни университета, но и студенческого городка. В первую очередь, и 1 июня, даже вот с сегодняшнего дня, по 31 августа, то есть студенты, которым необходимо проживать в общежитиях в связи с сдачей зачетной экзаменационной сессии, в связи с тем, что они проходят практику, в связи с тем, что они написали на последипломные каникулы заявление, в связи с тем, что у них есть необходимость остаться, соответственно, они остаются и проживают в общежитии нашего университета. Я говорю про все общежития. Институт фундаментальной медицины и биологии, университетская клиника Казанского федерального университета приняли в ней участие. Наш институт, институт фундаментальной медицины и биологии, разместил здесь свою станцию, где проводится обучение рамком оказания первой до врачебной помощи. То есть желающие люди могут подойти, узнать все, что их интересует, о правилах оказания первой помощи, алгоритме оказания первой помощи. Мы, студенты института фундаментальной медицины, им в этом помогаем, рассказываем. Я приехала на встречу с одноклассниками и вот вижу, тут измеряет оказ давление. Я вот после волнительных минут подошла, у меня измерили давление и дали важные советы, как сейчас мне быть и в дальнейшем, как себя держать. 31 мая в культурно-спортивном комплексе «Уникс» также прошло мероприятие, приуроченное к этому дню. На нем присутствовали студенты первого и второго курса вуза. Для ребят были подготовлены интерактивные площадки разной направленности. Каждый участник получил полезную и актуальную информацию о негативном влиянии никотина и имел возможность задать специалистам вопросы по данной тематике. Сегодня Всемирный день без табака. И ВОЗ объявил этот день о Днем защиты молодежи от манипуляции собачных промышленностей. И сегодня здесь мы, как вы видите, устраиваем различные интерактивы для того, чтобы актуализировать у населения, у населения молодежи эту проблему, чтобы у наших молодых людей появился вопрос, а так ли безопасны те же самые девайсы, которые они парят на ваших потребляетах. В Казанском федеральном университете состоялось открытие 19-й международной школы практикума молодых ученых-юристов. Ключевая тема школы – настоящее и будущее правового пространства БРИКС. Свои доклады и наработки представили государственные и политические деятели, представители научного сообщества Российской Федерации и Республики Татарстан в частности. Обо всем в красках и деталях расскажет Карина Саяхова. Открытие 19-й международной школы практикума молодых ученых-юристов стартовало 30 мая в Императорском зале главного здания Казанского федерального университета. Десятки высококлассных специалистов и еще только начинающие свой профессиональный путь студенты встретились на одной площадке для единственно важной цели – обсудить решения глобальных задач по установлению справедливого международного порядка, устойчивого развития и экономического роста. В условиях многополярного мира заданная тема особенно актуальна. В начале мероприятия традиционная торжественная речь от гостей и участников школы практикума. Уверен, проведение столь важной дискуссии окажет дополнительное влияние на развитие международного сотрудничества и позволит на высоком экспертном уровне рассмотреть актуальные вопросы в области юридической деятельности. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, желаю вам плодотворной работы и успехов в достижении поставленных целей. Глубоко уважаемые коллеги, гости и участники 19-й международной школы практикума молодых ученых-юристов. Проведение школ молодых ученых-юристов имеет давнюю традицию. Еще в советские годы такие школы проводились на базе различных научных и вузовских центров. Многие ныне известные ученые-юристы до сих пор с теплотой вспоминают живое общение участников этих школ. После торжественного открытия коллеги перешли к главной теме школы практикума. На пленарном заседании широко обсуждались актуальные проблемы взаимодействия международного и национального права. БРИКС как среда формирования правового пространства нового типа, перспективы международных организаций, интеграция правовых систем стран объединения и другие вопросы. Заведующий кафедрой Европейского права Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел России Марк Энтин предложил новые подходы к взаимодействию международного, наднационального, транснационального и национального права. Задача номер один для Российской Федерации, точно так же, как и в отношении перестройки внутренней экономики, это заключение, массовое, системное заключение международных соглашений, которое бы вводило в НРБ или, еще лучше, национальные режимы в отношениях с другими странами, дружественными странами. Это бы распространялось на все внутреннее право интеграционных объединений. Это бы дало колоссальный экономический эффект, как непосредственно, так и колоссальный экономический эффект с точки зрения недопустимости следовать вторичным санкциям. Далее стартовала программа секционных заседаний и круглых столов. Заведующий кафедрой международного права, института законодательства и сравнительного правоведения Анатолий Капустин стал модератором секции, посвященной институционализации правового пространства БРИКС. В ее рамках коллеги ответили на ряд вопросов, от общих к частному. Что такое БРИКС, чем она может быть, организации, клуб и так далее. Мы эти вопросы обсудим. Ну и какие-то конкретные вопросы сотрудничества в различных отраслях, которые сегодня входят в все деятельности этого объединения. Мероприятия школы-практикума продлились два дня. Если весь первый день секционные площадки и круглые столы работали на базе лишь Казанского федерального университета, то 31 мая участники переместились в университет Иннополис. Модератором двух секций «Правовое просвещение и антикоррупционное воспитание в странах БРИКС» и «Легендой юридической науки» стал Николай Черногор, советник директора Института законодательства и сравнительного правоведения. На последний говорили о Валерии Лазареве, главном научном сотруднике Центра фундаментально-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, академике Российской Академии естественных наук. Он был здесь студентом, он был преподавателем, вообще целый этап большой его жизни связан с Казанским университетом. Рубрика у нас традиционная, мы стараемся таким образом не только сократить дистанцию между начинающими, молодыми учеными и теми, кто состоялся в науке и более того заслужил такое высокое звание, пусть не официальное, но тем не менее легенды юридической науки, потому что на самом деле эта дистанция, она психологическая существует. Я по себе знаю, когда я еще был молодым аспирантом и приехал учиться в Академию управления МВД, где Валерий Васильевич тогда возглавлял кафедру, я понимал, насколько, или во всяком случае, может быть, даже заблуждался, а не понимал, что эта дистанция, она очень длинная, труднопреодолеваемая, хотя на самом деле оказалось это не так. И я считаю, что одна из миссий вот этой панели, она как раз состоит в том, чтобы немножко сократить эту дистанцию между студентами, аспирантами и мастидой профессорией. Сергей Синицын, советник директора, главный научный сотрудник Центра частного права Института законодательства и сравнительного правоведения, также 31 мая предстал перед участниками школы-практикума сразу в двух ролях – спикера и модератора. Научные школы, Институты законодательства и сравнительного правоведения и Казанского федерального университета. Так звучала тема секционного заседания. Я хотел бы сказать, что в первую очередь юридическая школа Казанского университета и Институты законодательства, когда-то был Всесоюзный институт юридических наук, в общем-то побратимы, потому что основоположники школ, которые в Институте законодательства сформировались, я имею в виду и профессора Братуси, и профессора Агаркова, имеют значительную историю и быт в Казанском университете. И, собственно, зрелость идей, я думаю, что это наше общее достояние. По словам специалистов, проведение школы молодых юристов поспособствует правовому просвещению в области развития национальных правовых систем стран БРИКС, а также созданию нового научного направления, цель которого – изучение стран БРИКС как фактора международного сотрудничества. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Александр Антонов, Универ Новости. 10 мая 2024 года было 100 лет со дня рождения одного из выдающихся археологов Союза Советских Социалистических Республик Владимира Генинга. В честь этой знаменательной даты сотрудники археологического музея КФУ подготовили выставку под названием «Творец археологического знания». Подробности узнаете далее. 31 мая в предактовом зале Музея истории Казанского университета состоялось открытие выставки «Творец археологического знания», которая посвящена юбилею Владимира Генинга, советского ученого-археолога и основателя Свердловской школы археологов. Выставка подготовлена сотрудниками археологического музея КФУ. На ней представлено четыре наиболее ярких памятника, а именно предметы из погребений больше Тарханского и Кушноренковского могильников, предметы комплекса памятников у села Рождествено и погребальный инвентарь Тураевского курганного могильника. Когда сотрудники археологического музея университета готовили эту выставку, они обратились в Музей истории Пермского государственного университета, и наши коллеги любезно откликнулись и предоставили копии архивных материалов и фотографий специально для этой выставки. То есть они стали партнерами этой выставки, и мы им очень признательны. Отдельное место на выставке занимают архивные документы, фотографии собрания Музея истории Пермского государственного университета, воспоминания Владимира Генинга и его учеников о разных периодах жизни и научного творчества археолога. Научная деятельность ученого особенно тем, что исследователь стремился использовать описание находок для воссоздания характера общественных отношений в глубокой древности. Он также полагал, что без заинтересованности в вопросах методологии и теории археологическая наука не может быть достаточно эффективной. На этой выставке мне особенно хотелось показать комплект лучника. То есть это наконечники стрел и это детали украшения колчина лучников, которые представлены в витрине, посвященной раскопкам больше тарханского могильника. Я считаю, что это вообще прямо молодцы. Замечательно, когда выделяют внимание человеку, особенно вот таким нашим ученым, которым стоило бы молодым сегодня учиться. Результаты исследования целого ряда значимых археологических памятников были представлены вниманию широкой аудитории. Важно понимать, что эти артефакты стали невероятно ценны в исследовании истории края. Все из них были получены именно в годы учебы Владимира Генинга в аспирантуре Института языка, литературы и истории при Казанском филиале Академии наук СССР с 1955 по 1959 годы. Вероника Туманова, Аделина Абтрахманова, Тимур Ахметов. Универновости. Учащийся 11-го А-класса лица имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета Ренат Каримов стал обладателем почетного звания ученик года Республики Татарстан 2024. Награду вручил министр образования и науки Сур Ходиулин в рамках чествования победителей Республиканских Олимпиад, призеров и победителей Всероссийской Олимпиады школьников, а также педагогов и наставников. Звание ученик года присуждается школьникам, проявившим выдающиеся способности на соревнованиях по общеобразовательным предметам, по совокупности достижений в образовательном процессе. В случае Рената Каримова это многочисленные победы на Олимпиадах по информатике, в том числе Всероссийской Олимпиаде школьников по информатике, Всероссийской командной олимпиаде школьников по программированию, Европейской олимпиаде юниоров по информатике, Азиатско-Тихоокеанской олимпиаде по информатике и других, а также соревнованиях по спортивному программированию. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok